Дорогая, я дома. Пришел, а я и не слышала. Умой руки, я грею завтрак. Олег, а ты что, будешь? А как же? Обязательно. А второе? Второе греть? Олег, я спрашиваю, второе греть? Олег? Олег! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Убитый Тюрин, Олег Алексеевич, лейтенант полиции. Пистолет, скорее всего, служебный. Судя по запаху, стреляли недавно. А в комнате запаха нет. Да. Это странно. Так. Три. А ну-ка, смотри. В обойме восемь патронов. Осталось три. Четыре патрона стреляны. Получается, семь. А где восьмой патрон? Выходное отверстие есть? Нет. Вот, если таким образом стрелять, пуля должна пройти на вылет. А это зависит от траектории. Если на пути пули было несколько костей, она могла остаться внутри. А почему? Голова не разворочена. А потому что выстрел был сделан не с прижатием ствола к виску, а на расстоянии. Значит, он сам себя не мог убить? Вскрытие покажет. Ты все? Да. Я пойду поговорю с женой. Иди. Я не верю, что он мог застрелиться. Я не слышала выстрела. Вы были на кухне? Да. Сжимела вода. Мы разговаривали, а потом он заполчал. Вы точно не ссорились? У нас все хорошо. Мы недавно квартиру купили. Я жду ребенка. На третий месяц. Я жду ребенка. Спасибо. Федеральная экспертная служба, майор Лисицын. Капитан Казаков. Вы Олега хорошо знали? Это мой друг. Скажите, у него могли быть основания для самоубийства? Нет. Олег был спокойный, рассудительный парень. Жену любил. Все в него нормально было. А жена могла ему рассказать, что выходит к другому? На третьем месяце беременности. Полгода назад как женились. Прекрасная пара. А служба? Мы у него нашли стрельные гильзы. Одной не хватает. Ночью грабителей брали. Олег по колесам стрелял. Мы взяли. Гильзы собрали, одной не нашли. Майор, не самоубийство это. Ну не мог он этого сделать никак. Ну разберемся. Если вам нужна моя помощь. Мы обязательно к вам обратимся. В общем, мои соболезнования. Спасибо. Весь отдел вам поможет. Что-то прояснилось? Утерян на реке, среды пороховых газов, стволе пистолета нагар. И на пистолете только его отпечатки пальцев. Значит все-таки самоубийство? Нет. Точно нет. Пуля, извлеченная из головы, принадлежит к совершенно другому оружию. Винтовочная. Калибр 7,62. Исходя из параметров полевого канала и возможной убойной силы, стреляли с расстояния метров 250-300. Итак, точки это следы прохождения пули. Андрюш, не помнишь, как в высоте было отверстие в штоли? Метра шестьдесят два от уровня пола. Пипятку, дай. Если соединить обе точки и протянуть линию, дальше можно узнать, откуда стреляли. Вуаля! Стреляли с крыши соседнего дома. Я тебе говорю, промазал. Стреляли из квартиры. Подъезд угловой, место для снайпера не очень удобное. А в тех двух чисто. А вот это интересно. Обратите внимание, душка замка перепилена. А теперь, Костя, давай-ка осторожно. Мы вас пригласим. Никого. Костя! Чего? Иди сюда. Ты посмотри, какая. О, слушай, спортивная, ну. Тише! Следы. Давай за поднятыми. Карлики? Вряд ли. Может быть, ребенок или двое. А, курок. Тут еще один. Опа! Смотри-ка. Гильзы. Раз, два, три, четыре. Четыре штуки. На винтовке есть отпечатки пальцев. Костя, только аккуратней. За ствол. А, ну да. Это что получается? Дети-киллер. Да нет. Я думаю, просто детишки проникли на чердак. Походили, потоптали. Ну как зашли? Если дверь подъезда на Кодовом замке. А может, они местные детишки-то где-то неподалеку живут? А это мы сейчас проверим. В этом подъезде школьников всего трое. Девочка с третьего этажа. Девять лет. Второй класс. Дальше. На шестом этаже живет учащийся десятого класса. Ты посмотри на эту оглоблю. У него размер ноги, наверное, сорок пятый, сорок шестой. Понял. Верхний этаж. Казанцев Рома. Двенадцать лет. Пятый класс. Привет. Здравствуйте. Федеральная экспертная служба. А ты что, не в школе? Болею. Мороженым обелся. О. Твои кеды? Да. Класс. Можно посмотреть? Конечно. Я верну, обещаю. Ничего себе. А где родители? Мам! Мам! Иди сюда. Тут македы хотят. Отпечатки есть? Ага. Даже два вида. И, судя по размерам, принадлежат подросткам. Ну, значит, подростков было двое. Скорее всего. Да, что по винтовке? А, ничего. В девяностях она была на учете тренировочной базы Олимпийского центра. Когда базу расформировали, то винтовку списали и отправили на утилизацию. Это по документам? По документам этой винтовки не существует. Она уничтожена. Кстати, надо допросить директора этой базы. Ты смотри, что я нашел в затворе. Ух ты! Андрюша! Готово. Кошачья шерсть. Кошачья? Кошачья. Слушай, ну если исключить версию, что убийца оборотень, то в волос затвору мог попасть только при чистке оружия. Больше никак. У киллера в доме кошки. Рома, хватит отпираться. Печатки твоей обуви найдены на чердаке. Нам также известно, что ты там был не один. С тобой был кто-то еще. Кто? Твой друг? Ну хорошо. Раз ты не хочешь говорить, я сама расскажу, чем вы там занимались. Вы там курили. Это не я. Это Вовка. Прогулял физкультуру, пришел ко мне. Потом говорит, пошли к чердаку. А там замок сломан. Мы туда, а там винтовка. Настоящая, как в кино. Вау, смотри. Тяжелая. Давай. Воробей, Воробей, пали. Эх, мазила, дай мне. Вовка промазал, а я два раза стрелял. Сам ты мазила. Попал? Нет. Воробей улетел, а патроны все кончились. Ты знаешь, чья это винтовка? Нет. А где Воробей сидел? Там, на тех проводах. Вам не плакать нужно, а больше заниматься своим сыном. А теперь вами займется инспекция по несовершеннолетним. Мам, мам, не плачь, я больше не буду курить. Ром, у вас дома кошка есть? Нет у нас ни кошки, ни собаки. А я так хотел. А где ты, говоришь, сидел, Воробей? Ну, по словам пацана, вот там справа, на проводах. Ну, точно так оно и есть. Черт что, не ракурс. А что там? На, посмотри. Смотри, через провода на дом. Видишь там как раз окно убитого Тюрина? Вижу. А над окном и справа от окна, на стене, две отметины. Видишь? Вижу, вижу. Вот, это следы от пуль. Получается, парни не врут, что три раза стреляли. Но у нас ведь четыре гильзы. Ну да, если кто-нибудь хотел застрелить полицейского, он бы не стал туда стрелять. Очень неудобный угол, плюс провода. Согласен. Зато отсюда отличный сектор просмотра. Прямо. Логично. Это какой подъезд? Второй. А напротив? Ну как, третий или четвертый? Вот там надо искать. Может быть, Гиллер сделал свою работу, а мы сидим тут и ничего не сдали. В своей квартире застрелен лейтенант полиции Олег Тюрин. Версия о самоубийстве и стабильного оружия не подтверждается. Стреляли с улицы. Проведя ряд экспертиз, ФЭС находит на чердаке соседнего дома винтовку. Вскоре задерживают и стрелка, 12-летнего школьника Рому Казанцева, который вместе с приятелем нашел винтовку на чердаке и решил пострелять по воробьям. Случайной жертвой и стал Олег Тюрин. Но как винтовка оказалась на чердаке? Возможно, нужно искать еще один труп. Ну, с убийством Олега все понятно. В него попала случайная пуля, выпущенная подростками. А вот в кого стрелял человек, который оставил винтовку на чердаке? На этом участке уже месяц не было никаких убийств. Я проверял. Надо проверить все происшествия в этом доме. Абсолютно все, даже самые идиотские. Оказывается, соседи давно уже почувствовали странный запах. Вызвали участкового, он стучал без результатов. А кто тут проживает? Некая Суздальцева Арина Ильинична. По описанию, абсолютная блондинка. Легко могла вмотать с дружком, а ставить еду на плите. Видишь, как щечек крутится? Ребята, вскрывайте дверь. Да, запашок. Так, давайте туда мы вас позовем. Только никуда не уходите, ясно? Лейтенант Санитаров. Ну, что, думаю, наш снайпер. Похоже на то. Вон чердак. Я думаю, была убита дня три назад. Может, в пятницу, может, в субботу. Я бы сказал, в ночь с пятницы на субботу, потому что, видишь, в квартире везде свет горит. Ну да. Целое состояние, Миха. Ну да. Телефон. Где же документики-то? В серванте, посмотри. Угу. Чем же она работала-то? Я думаю, что царевный. Трудная работка. Посмотри. СМС с угрозой. Ну, это хорошо. По крайней мере, у нас один подозреваемый уже есть. Справка выдана Создальцевой Арине Ильиничне. Тест на ВИЧ положительный. Ничего себе. Ну, ВИЧ. Давай, пойдем на улицу, а то дурно станет. Слушай, Ромя, а кто, кстати, угрозы ей посылал? Фамилия в телефоне есть или нет? Какой-то Васечка. Фамилии нету. Здрасте. Хахаль, что ли? Скорее всего. Ну, так что он ее убил? Да не знаю. Ты понимаешь, что такой куклы мужичонка должен быть с деньгами. А такой сам стрелять не будет. Ну, ты думаешь, что он ее за заказал? Ты понимаешь, какая штука? Стрелял профи высокого класса. С такого расстояния засандались в лоб. Это же спецом надо быть, да? Ну, и что? Как что? А ты винтовку видел? Это же переделка спортивная. В ушах самопальный. Профи таким пользоваться не будет. Сам сказал, что стрелял профи. Какая ему нахрен разница, с чего стрелять? Нет, нет. У профи винтовочка своя. Притертая, пристреленная. А тут какой-то самопал. Ну, не знаю. Меня больше всего Васечка волнует, потому что дебил какой-то. Эти угрозы по телефону. Мацена. Костя, ты меня удивляешь. У нас что, мало дебилов? Тут сейчас надо выяснить, где ее родственники. Странно, три дня прошло, а никто не хватился, а? Ты кофе будешь? Не хочу я кофе. Все у тебя просто. Ты что? У тебя просто там ангелов доста. Смерть наступила в ночь с пятницы на субботу. С десяти до двенадцати часов вечера. Пуля, которой она была убита, аналогично той, что был убит в тюрьме. Стреляли из той же винтовки. Нарезы на пулях идентичны. Значит, киллер охотился именно за ней. Почему? Вскрытие пока не способно ответить на эти вопросы. Она не была беременна? У нее была спираль. Ее наличие говорит о том, что женщина рожала. Судя по родовым путям лет пять назад. Ясно. Сделай еще анализ на ВИЧ. У нее нашли справку с диагнозом. Хорошо, сделаю. Суздальцева Арина Ильинична. Девичество Гнедина. Родилась в Забайкальске. Двадцать семь лет. Разведена. Родители умерли. Братья сестер нет. Круглая сирота. А чем занималась? Ну, у нее диплом психолога. Она подрабатывала в школе, в детском саду. Нигде долго не задерживалась. На данный момент безработная. Дети есть? Сын есть Никита от первого брака. В нашем году погиб в автокатастрофе. Они в разводе уже пять лет. Сразу после рождения ребенка, что ли? Да. У погибшего мужа Арины живы родители пенсионеры. Глеб их был единственным ребенком. Так, соседи сказали, что ребенок Арины как раз и воспитывается у бабки с дедом. Сбрось их контакты Арестова. Пускай там он разбирается. По винтовке что? Да ничего. Директор спортивной базы кормильцев умер еще в конце девяностых. И ничего про то, куда списывали винтовки, сказать не может. След потерян. А у тебя что? Угрузный телефон Арины прислал некий гражданин Бескудников. Сорок лет. Предприниматель. Работает в строительном бизнесе. Не женат. Угу. Давайте его мне. Я займусь, а вы пробейте имущество Арины Суздальцевой. И узнаете, откуда у нее такие доходы, у безработной. Ясно? Да, ищи, кому выгодно. Ну, точно. Мы поняли. Прошу прощения, Суздальцев Ярослав Семенович. Я, а вы? Федеральная экспертная служба, майор Арестов. Я вас дома не застал, а Светлана Сергеевна сказала, что вы здесь с внуком гуляете. Да, Никитка. Единственное, что у нас осталось после гибели сына. Сочувствую. Скажите, ваша невестка вам давно звонила? Она нам не звонит. Приходит, когда захочет. А давно приходила? Неделю или полторы назад. А вас не беспокоит такое долгое отсутствие? Долгое? Она и по полгода не появлялась, бывало. А что случилось? Ее убили. Вот как. Упокой, Господи, ее голосу, сокрешную душу. Кто? Этого мы не знаем пока. Дошлялась, лохудра. Что-то вы так скверно о невестке-то. Мне не за что ее любить. Но все-таки она мать вашего внука. Да потаскуха она, а не мать. Была. Не хочу о ней говорить. Ее смерть – закономерный итог ее образа жизни. Пьянки, гулянки, кабаки, мужики. О, горе нам, горе. Вы Светлане моей не говорили? Не говорите. У нее слабое сердце. Инфаркт после гибели сына. Она все равно узнает. Да я потом ее сам расскажу. А где тело? У нас. Похоронить хоть надо будет по-человечески. Других-то родственников у нее нет. Всего-то одна радость у нас и осталась. Оказывается, квартиру, в которой проживала Арина Суздальцева, ей подарили. Кто? Вот как раз гражданин Бескутников, который слал ее угрозы. Ты смотри, звезда балета. А три года назад ей нехилую иномарочку подарили. Кто? Носов некий, Данила Аркадьевич. 35 лет предприниматель. Ну а что, второй подозреваемый? Боюсь, дарителей гораздо больше. Жаль, шубы из драгоценностей не оформляют как подарок. ФЭС, расследуя убийство лейтенанта полиции Олега Тюрина, выясняет, что он оказался случайной жертвой. Двое школьников, найдя на чердаке соседнего дома винтовку, решили пострелять по воробьям. Одна из пуль и оказалась для полицейского роковой. Предположив, что изброшенные винтовки могли убить кого-то еще, эксперты действительно находят в одной из квартир труп застреленной молодой женщины Арины Суздальцевой. Изучив ее прошлое, ФЭС выходит сразу на нескольких подозреваемых. Носов Данил Аркадьевич, майор Арестов, ФЭС. Я вам звонил. Я вас надолго не задержу. Пока. Скажите, какие отношения вас связывали с Ариной Суздальцевой? А кто это? Я напомню, вы ей подарили машину. Или вы так часто их дарите, что уже... Послушайте, у меня жена... У меня жена, ребенок, работа, мне не нужны проблемы. Ее убили. Убили? За что? Вот это мы и пытаемся выяснить. Вот черт. А ведь три года назад я даже хотел жениться. Подарил ей кольцо с бриллиантом, машину и из одежды по мелочам. Все было прекрасно. И вдруг бац! У нее ВИЧ. Она вас заразила? Нет, нет, боже упаси, нет. Я здоров, я проверился. Мы просто расстались. Вы ее бросили. Что значит бросил? Естественно, мы расстались. Я даже помогал ей какое-то время. Жалеял. И благодарил Бога, что меня пронесло. А потом встретил другу, влюбился, женился. И все закончилось. Прошло как страшный сон. Я сейчас даже стараюсь не вспоминать об этом. А она не пыталась вас шантажировать? А зачем? Я же сам все ей оставил. Иначе это было бы неприлично. Господи, я ума не приложу, кому пришло в голову убивать смертельно больного человека. Еще один вопрос. Что вы делали в ночь с пятницы на субботу? А, я в роддоме дежурил. И в пятницу, и в субботу. У меня жена родила сына. Я же теперь счастливый отец. Вы что, соседшили, а пухли, а? Всех уволю к чертовой матери, если к завтрашнему дню не закончите работу. Я не слышу ответа. Василий Михайлович Бескудников? Да пусть. Федеральная экспертная служба. Майор Лисицын. О, еще проблема нарисовалась. Ну что, бараны, бегов стоило. Давайте, про рабу скажете. Если план меня сорвет, я его за яйца повешу. Давай, что у тебя, быстро? Скажите, вы посылали гражданки Суздальцев на телефон угрозы? Чего? Она тебя что, наняла, что ли? Да их чертовой матери со своей Ариной. Вали отсюда. Василий Михайлович, постойте. Слышь, клоун, ты что, не врубился? Я же тебе сказал, вали отсюда, пока цел. Еще раз тебя увижу, убью. Ты задержан по подозрению в убийстве, ты меня понял? Ты что делаешь? Слышь, ты что, отпусти кожу, Борь. Я тебе сейчас... Все. Работать, ничего. Ну что? Я завершил анализ, вот заключение. У Суздальцевой не было ВИЧ. Как? То есть, выходит, что она была здорова? Практически, да. Вот это интересный поворот. Получается, что справка о том, что она больна ВИЧ, фальшивка? Василий Михайлович, если вы не понимаете правовых последствий отказа от дачи показаний, я вам их объясню. Объяснить? Допустим, мы с ней поругались. И что с того? С ней из-за этого? Что это? Это справка о том, что у Суздальцевой обнаружен ВИЧ. А вы как хотели? Да чуть не обделался со страха, когда узнал. Побежал в клинику проверяться, одну, вторую, третью. Целое состояние на анализах оставил. Она вас заразила? Да если бы она меня заразила, я бы этой курице голову на раз открутил бы. Тварь. Но я ее не убивал. Во-первых, я совершенно здоров. А во-вторых, я не полный идиот. Я отлично помню, как посылал ей эти дурацкие смс-ки с угрозами. А я в этом сомневаюсь. Да если бы ВИЧ подтвердился бы, я бы ее за руки за ноги к двум КамАЗам привязал бы. Так рванул, только перья полетели бы. А вот в этом я не сомневаюсь. А может быть вы хотели вернуть себе свою квартиру, которую ей подарили? Да не смешите меня. Пусть она поддавится этой квартирой. Нида, не забывайте, она мертва. Спасибо. Что это? Что это? Ну, ты понимаешь, какая разводка, а? Конечно, понимаю. Как только мужики ей что-то дарили, она им предъявляла справку, они сразу испорялись. Любовники в шоке, бросались давать анализы, мысленно прощались жизнью, а потом обходили эту Арину десятой дорогой. Ну, за такое можно и убить. Можно, если заражение бы было реальным. А так, типа она пострадавшая, а мужик радуется, как ребенок, что он здоров. Теперь ясный источник ее доходов. Раскрутила мужика справку, раскрутила другого, еще одну. Получается, у подозреваемых не было мотива ее убивать. Испытав смертельный ужас, угрозы СПИДа, никто же не захочет садиться в тюрьму. Хотя нет, была одна тема, примерно год назад, она при мне с одним мужиком поругалась. Так вот, он ее реально убить обещал. Что это за мужик? А, я не знаю. Я ему просто в бубен хотел дать. Арин сказал, что это ее бывший муж, ну там, пятая-десятая, в общем, сама с ним разберется. Я его больше не видел. Не, ну это реально он ее завалил, точняк. И ее бывший муж год назад погиб в автокатастрофе. Вот, распишитесь, пожалуйста. Главный госавтоинспектор России Виктор Нилов призвал общественность принять активное участие в обсуждении вопроса о пожизненном лишении прав водителей, регулярно садящихся за руль в неотрезвом виде. По мнению Нилова, именно наша с вами оценка очень важна перед тем, как законопроект поступит в Думу. Автокатастрофа? Автокатастрофа. Однако, закон предлагает лишать прав только после третьего задержания. Ваня! Скажи-ка, а вы проверили автокатастрофу, в которой погиб муж нашей убитой? А дело возбудили? Может, там что-то нечистое? Да-да, сейчас зайду. Сейчас зайду. Ну, что нового? Много чего. Оказывается, муж Арины не просто погиб в автокатастрофе, это было самоубийство. Серьезно? Серьезно. В деле есть записка о том, что он прощается с жизнью и проспрощению родителей сына. Холдов как раз сейчас общается с Опером, который дело вел. Да, спасибо. Опер сказал, что показывал эту записку только отцу Глеба. И отча просил, чтобы ее не показывали матери. Так у нее очень больное сердце, она просто может этого не выдержать. Пусть лучше считает, что это был несчастный случай. Вот горе-то. За четыре года до смерти Глеб заразился в ВИЧ. И следствие посчитало это достаточным основанием для самоубийства. Вот откуда Арина взяла идею для своих махинаций? А теперь самое интересное, господа. Глеб Суздальцев был кандидатом в мастера спорта по стендовой стрельбе. Погоди, он же умер. Неужели ты хочешь сказать, что он с того света? Я ничего не хочу сказать. Просто он тренировался на той самой базе, откуда пропала винтовка, из которой стрелял наш киллер. Да. Рома, ты прикинь, бывший муж убитый, кандидат на стендовой стрельбе. Вот, Костя, все одно к одному. Понимаешь, мы про винтовку говорили, что она нетипична для профессионального убийцы? Так это еще не все. Глеб, он не просто погиб в автокатастрофе. Это было самоубийство. Жена довела, так хрен не знает. Если Арина довела его до самоубийства, ей мог помочь кто-нибудь из друзей, с кем он тренировался в команде. Стало быть, винтовка принадлежит тому, кто с ней тренировался. Верно. Поезжай, в общем, там к Суздальцеву, разузнай про жену, про развод, а я пробью по винтовке. Понял? Только, чтобы мать не знала, чтобы сын руки на себя наложил. У него сердце больное. Вот. Понял? А? Ну, чего молчишь? А, да понял, понял, не дурак. Ну, давай. Даю. Разрешите, Галина Николаевна. Ну, говори уже, что хотел. Подпишите, пожалуйста. А что это? Нужна помощь архиву Министерства спорта. Нужно выяснить, за кем из спортсменов на тренировочной базе была закреплена винтовка, из которой убери Арина Суздальцева. Ты думаешь, это что-то даст? Ну, если обращусь лично я, будут мурыжить. Вот, если бы вы позвонили, попросили о содействии. Ну, давай телефон. Я позвоню, Алисицын съездит. Спасибо, Галина Николаевна. Пока не за что. Прошу. Спасибо. А где Светлана Сергеевна и Никитка? Отправились на прогулку. Ярослав Семенович, пока мы вдвоем, можно поговорить откровенно? Ну, конечно. Присаживайтесь. Спасибо. О чем имя? Скажите, ваша жена до сих пор не знает правды о гибели сына. Знаете, в жизни есть только две беды. Дуракие дороги? Нет, нет. Извините. Беда – это когда умирает любимый тобой человек. Или родители переживают детей своих. Все остальное – лишь мелкие неприятности. Я вас понимаю. Глеб заболел желтухой. В больнице ему занесли ВИЧ. Арина с ним мгновенно развелась и выбила через суд запрет на его встречи с сыном. Но ведь Никитка жил у вас. Конечно. Ведь мамочке некогда. Мужики, кабаки, турпоездки. А за ребенком ведь надо кому-то следить. Насколько я понимаю, пока Никитка был у вас, Глеб не имел права сюда входить. Вот кукушка. Типичная кукушка. Он сильно ее любил? Да. Глеб четыре года боролся за жизнь. Мы все средства тратили на лечение. А Арина гуляла, гуляла, гуляла. А потом он просто устал. Впал в депрессию. Примите мои самые искренние соболезнования. И еще один вопрос. Вы не знали такого человека Илью Витальевича Кормильцева? Илью Витальевич? А кто это? Это директор тренировочной базы Олимпийского резерва. Он умер в конце 90-х. Может знал, а может не знал. Столько лет утекло. Это что же у нас получается? Уже вот все ниточки в руках, а связать мы их не можем. Что я могу сделать? А ты не кипятись, Иван. Не кипятись. Ищи, кому выгодно. Давайте еще раз пройдемся все вместе. Ну давайте. Квартира, которую Арине подарил Бескудников, она в ней прописана? Да. Ребенок? Ребенок прописан с дедом и бабкой. Арина выписалась год назад и приписалась в новую квартиру. Слушайте, ну это же просто какое-то свинство. Арина четыре года крутит романа при умирающей мужа в доме его родителей. Да бы на месте родителя сам бы ее грохнул. Молодец. А выгода какая от этого? Да какая к черту выгода? Ребенок маленький, других наследников нет. Бабки с дедом, квартира не нужна. У них своя в академическом доме. Пятикомнатная, 140 метров. Ого. А это кем они работали? Училка простая, слесарь. Суздальцев слесарь? С квартиры в академическом доме? Слушай, Иван, ты меня просто удивляешь. Последние 15 лет он работал слесарем на заводе. Да ты в курсе, что у нас по делу проходит самопальный глушитель? О, черт! В 80-х годах он был тренером по стенде в стрельбе. ФЭС расследует убийство молодой женщины Арины Суздальцевой. Ее застрелили из снайперской винтовки с чердака соседнего дома. Как выяснилось, источником дохода Суздальцевой служили подарки богатых ухажеров, от которых она быстро отделывалась поддельной справкой о ВИЧ-инфекции. Но у всех обманутых любовников алиби. Изучая прошлое винтовки, ФЭС выясняет, что она ранее принадлежала мужу Арины, погибшему год назад в автокатастрофе. Галина Николаевна, извините. У меня тупик. А в чем дело? Я был в этом архиве. А что, мой звонок не помог? Да нет, все нормально. Получается, такая история, что винтовка была закреплена за Глебом Суздальцев, а он же погиб. Ну, это понятно. Какая версия пропала? Получается, Глеб Суздальцев единственный человек, кто хорошо знал эту винтовку. Да нет, Кость, не единственный. Его отец работал тренером на этой базе. Так что он тоже очень хорошо знал эту винтовку. Отец? Да, Аристов как раз сейчас опрашивает жителей подъезда, из которого стреляли, на предмет опознания Суздальцева-старшего. Езжай туда, помоги. Если Суздальцева опознают, сразу задерживайте. Слушай, опознали. Суздальцев был здесь пятницу вечером. Ага, а что говорят? Нет, ни у кого не вызвал подозрений. Пожилой человек, в кепочке, с чемоданчиком. Думали, слесарь. А ты в подъезд получил, здесь же домофон. Я думаю, он сам вошел. Встал в стороночки и посмотрел, как тот набирает код. Ты не помнишь, у них кошка в доме есть? Это мы сейчас проверим. О, здравствуйте. Здравствуйте. Кс, кс, кс. О, Ярослав Семенович, собирайтесь. Вы в прошлом отличный стрелок. Тренер, судя по всему, успешный. Ваш сын благодаря вам сделал блестящую спортивную карьеру. И что? Вы не будете отрицать, что покойный Кормильцев, директор тренировочной базы, был вашим лучшим другом? От друзей не отрекаются. Когда тренировочную базу расформировали, ваш лучший друг списал одну винтовку налево. То есть, вам. С чего вы взяли? В затворе винтовки мы нашли шерсть вашего Барсика. Так может, это Барсик и убил. У него были натянутые отношения с Ариной. Не любил он ее. Очень смешно. Хотелось бы знать, почему. Мы с женой пожилые люди. У Светланы сердце барахлеет. Этот климат нам не подходит. Решили продать квартиру и переехать в Крым. И кто же вам помешал? Никитка. Да проваливайте куда хотите! Но Никитка здесь останется! Это его квартира, он здесь пропитан! И выписать я вам его не дам, понятно? Арина, дочка, нам ее нужно продать, чтобы купить там жилье. Ой, не могу, а? Слушайте, а вам не один черт где помирать, а? Ну, вы же наладом дышите! Тут хоть внуку порадуются, идиоты! Он может поехать с нами, ему там будет хорошо. Море, воздух! Ах, вот оно что! Понятно. Устроим хорошую школу, потом в институт. Сколько ваша квартирка стоит? Миллионов восемнадцать-двадцать? Восемнадцать. Значит так, мне половину, и везите Никиту, куда хотите, считайте, что он ваш. Подпишу все, хоть кровью подпишу! Жена после потери сына вторую утрату не вынесла бы, так что тут без вариантов. А ринка эта, сплошная ходячая проблема, была всю жизнь, для всех. По-иному она не угомонилась бы. А так, нет человека, нет и проблемы. Вот так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Продолжение следует...